МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа выходит при поддержке ОАО «Автокомбинат номер 2». Воспитание спортсменов – процесс длительный и трудоемкий, особенно, если это дети с ограниченными возможностями здоровья. Добрый вечер. Это программа «Живи». Меня зовут Ирина Пегусова. И сегодня у нас в гостях тренеры спортивной школы реабилитации и физкультура Таисия Семеновна Борисова и Галина Владимировна Филиппова. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа реабилитации и физкультура – это уникальное спортивное учреждение, которое работает в Саратове и области уже больше 20 лет. В школу принимаются дети с двух лет самыми разными нарушениями здоровья. Но все они обязательно начинают программу реабилитации с занятий плаванием. Занимаюсь я с детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата. Детки, которые приходят сюда от двух лет, очень много детишек, занимаются в лягушатнике, очень тяжелые ребята. До ЦП нарушения опорно-двигательного аппарата тяжелейшие формы. Они начинают социализироваться, они начинают общаться, а потом уже спорт для них уже становится как норма общения. Главная задача школы – реабилитация и социализация инвалидов через занятия физкультурой, а также достижение высоких спортивных результатов. У меня мастер спорта, очень мне рада, мне помогает кто-то. У меня урожает школа на себя дарила. Все-таки классно, я довольна. Еще одно направление работы школы – реабилитация и физкультура – занятие легкой атлетикой, который сейчас проходит на стадионе «Локомотив». Таисия Семеновна Борисова работает в школе со времени ее основания, занимается легкой атлетикой и с малышами, и со старшей группой. Родители приводят своих детей на каждую тренировку и радуются их успехам – и большим, и маленьким. Со старшей мы сюда пришли с диагнозом ДЦП, а младшая просто у нас как поддержка. И здесь сейчас стала Таисия Семеновна тоже готовить. Надеемся, мы в дальнейшем тоже по спорту пойдем. Мы занимаемся в спортивной школе уже с двух лет. Сейчас нам 12, соответственно, уже 10 лет мы ходим на плавание. Но, соответственно, к Таисии Семеновне мы ходим год. Ну, надеемся на Олимпиаду, на паралимпийские игры. Да, прогресс должен быть, стараемся, работаем. Уже взрослые воспитанники приходят на тренировки сами. Для них возможность быть самостоятельными, пожалуй, самое важное. И занятие в спортивной школе реабилитации и физкультуры помогает им этого достичь. Я занимаюсь 6 лет. Пришла, я очень плохо ходила. Я самостоятельно, в принципе, по городу не передвигалась. Сейчас я все делаю самостоятельно. Я могу в любой город доехать сама, но очень большие результаты. Тренеры относятся к своим воспитанникам, как к самым обычным спортсменам. Они требовательны и строги, когда это нужно для достижения результата. При этом говорят, что самое важное – вкладывать в подопечных душу. Это, наверное, один из секретов, почему воспитанники школы реабилитации и физкультуры так быстро встают на ноги в прямом смысле этого слова. Давайте поговорим про эту спортивную школу, потому что она совершенно особенная. В Саратове таких нет и во всей России не очень много. В чем особенность ее? Школа наша существует уже 21 год. Вот я работаю с самого начала. Сначала детей мы ходили по квартирам, собирали детей. Сейчас нашу школу знают практически все и ведут детей. И мы сейчас уже сами родители приводят детей. Значит, школа работает по нормативным документам школы спортивных для здоровых детей. Но в чем особенность? То, что мы принимаем детей с полутора-двух лет. Если начать реабилитацию на ранних стадиях развития ребенка, то, конечно, пользы будет намного больше. И почему, если ребенок приходит и в основном, конечно, врач направляет на плавание? Ну, потому что плавание – это… Общеукрепляющее такое. Общеукрепляющее, да. И для всех заболеваний оно такое влияние положительное оказывает. А потом уже дети подрастают, их видно. Тренер по теннису приходит на наши тренировки по плаванию, смотрит. Я считаю, что там из него должно получиться. А какие вообще есть направления обучения? Вот вы сейчас сказали, что есть легкая атлетика, есть плавание. Что еще есть? У нас 11 видов спорта. Какие-то экзотические, возможно, есть виды спорта? Есть, вы знаете, есть, есть, есть бочи. Это для спортсменов-колясочников. Это специальный, да, какой-то отдельный вид спорта? А что это? Ну, это, так скажем, такая спортивная игра, где такие с кожаным набивными мячами идет игра. Там, допустим, разбить, попасть в цель. И учитывается расстояние между мячами, которые там должны попасть в цель. Как вы оказались именно тренерами этой школы? И был ли у вас опыт работы с такими детьми с ограниченными возможностями здоровья? Ну, у меня было немножко. Ну, это чисто самостоятельно я. Просто вот сама набирала людей, детей. Вот. С год, наверное. А потом меня пригласили уже в спортивную школу. Когда открывалась? Да, когда открывалась. Вот. Вот так я работала на стадионе, на локомотиве. У меня была группа здоровья, клуб любителей бега. Ну, то есть вот с больными-то у меня уже был опыт. Но со взрослыми, то есть старушки, дедульки. Вот. После инфарктов. А дети? Что вы почувствовали, когда увидели детей таких? Ой. Я уже сейчас не очень хорошо помню, но я... Единственное, когда я их увидела, то я в шоке была, конечно. Почему? Ту же вот девочку, которая была у меня первой паралимпийской чемпионкой. Ведь она когда бежала, пока 400 метров пробежит, разов 5-6 упадет. Вот. У нее все было сбито. И не только она, а многих. Вот. Девочка еще Джанян у меня, Элла, которую родители на руках носили. На тренировке? На тренировке, да. Сейчас эта девочка, но она очень тяжелая. Сейчас она сама ездит и сама участвует в наших личных соревнованиях. То есть бегает. Вот. Самое главное, что она сама ходит теперь. Ее никто не носит. И учится в институте. Во-первых, у нас все дети, практически все дети учатся кто в институте, кто в училище Олимпийского резерва. У меня многие закончили училище Олимпийского резерва. Какие вообще у вас дети, с какими диагнозами занимаются? С какого возраста, до какого возраста? У меня сейчас, вот, я набрала группу очень тяжелых детей, неходячих. Группа, оздоровительная группа эта. С чем же вы с ними занимаетесь, если у вас легкая атлетика? Мне задают этот вопрос, как же так легкая атлетика, а они неходячие. Ну, как вот, занимаюсь на тренажерчиках, так руками водим, держатся за поручни. Учу ходить. Галина Админова, а у вас, наверняка, тоже занятия проходят и для общего оздоровления, и на результат. Правильно я понимаю? Ну да, это группа. Одна высшего спортивного мастерства и вторая спортивно-оздоровительная группа. В группе высшего спортивного мастерства там занимаются чемпионы сурдолимпийских игр, чемпионы Европы, призеры чемпионатов мира Европы. Группа спортивно-оздоровительная группа – это новички, которые, может, через 2-3-4 года тоже выполнят разряды и перейдут на уровень тренировочный, потом спортивно-совершенствованный. Ну, знаете, вот из этого, говорите вы про чемпионов, а у нас вообще-то главная задача все-таки реабилитация является. Как раз хотела спросить, какая задача-то стоит перед школой. Да, реабилитация и физическая, и, так скажем, духовная. Вот, и как бы мы несколько раз статистику проводили каждый год. Вот, и у нас, вы знаете, где-то 12-15% идут на спорт. Все остальные реабилитируются. Нам сейчас нужно прерваться на небольшую рекламу. Не переключайтесь. Программа выходит при поддержке ОАО «Автокомбинат номер 2». Программа выходит при поддержке ОАО «Автокомбинат номер 2». Это снова программа «Живи». Мы сегодня разговариваем с тренерами спортивной школы реабилитации физкультуры. Добрый вечер. Еще раз давайте продолжим. Расскажите, пожалуйста, про чемпионов, которых вы воспитали. Трудно было воспитывать. Вы понимаете, как? Вот если ребенок, вот, есть одаренный прям уже, вот, то есть ему дано, и работящий. Вот у меня была Рита Коптилова, ей скажи три раза в день ходить на тренировку, и она будет ходить, вот. То есть они сами себя делают чемпионами. Откуда такая воля в характере? Это приобретенное? Это как-то можно воспитать в ребенке, или это должно быть изначально, как считаете? Ну, мне кажется, это уже заложено в человеке такое. У меня большая часть глухих детей, ребят, вот, ну, вот в школе, в этой, в группе высшего спортивного, мастерства Марии Калинина, Лукьянов и Ильяне, чемпиона Средоолимпийских игр. У Маши уже, у Маши две Олимпиады позади, у Ильи вот одна в 13-м году была. Вот, кстати, у них в субботу 13-го свадьба была. Вот, ну, как вам сказать, если вот про Машу говорить, конечно, такого трудоголика я в своей, вот, трудовой деятельности еще не встречала. Это вообще девочка, ну, я не знаю, столько, наверное, проплавла. Я думаю, что она так, это, наш материк пропала за всю свою жизнь. Вот, и жила на Вагафоновке. И вот первая тренировка у нас в 6 утра начиналась. И она, если не приходил дежурный трамвай, она пешком через Мошла на тренировку. Училась она в Энгельсе в школе для слабослышащих детей. То есть она за день наматывала приличные. Причем и километров 12 Денина еще и плавала. Вот, Илья тоже, я думаю, она, он не менее такой трудолюбивый товарищ. Но у него есть специфика другая. Если Маша на длинной дистанции готовилась, то Илья, как бы у него дистанция была двое короче. Ну, и сейчас вот очень перспективный мальчик Живаев Андрей, он сейчас выиграл чемпионат России, отобрался на чемпионат мира в Техас, который будет в августе в Америке. Не знаю, вот, знаете, если уже, да, в человеке заложено вот такое трудолюбие, развивать-то можно его и прививать можно. Вы понимаете, вот тут еще многое зависит от родителей. Вот если родители с малых лет приводят детей, вот, не пропуская занятий, то вот дети уже настолько привыкают они вот к этой физкультуре, что они без нее не мыслят в своей жизни. А вот те родители, которые сегодня привели, завтра пропустили, то есть и у детей это формируется. Нет потребности, да, какое-то такое. Да, поэтому много вот, вот все родители, которых детей мне приводили с утра, вот все они стали, ну, не ниже первого разряда. Вот даже некоторые у меня вот дети, да, они не могли сесть в троллейбус. Почему? Ну, потому что не могли... Ну, не поднимали ногу, но... Ногу не могли поднять, вот. Вот. И когда вот год-полтора родители видят, уже родители сами отпускают уже своих детей. У меня даже с интеллектом, очень много детей с интеллектом, которых вводили родители. Сейчас эти дети все ходят сами. То есть родители уже не переживают, они находят и дорогу, все. Ну, очень тяжелые дети по интеллекту. А как Вы видите, сейчас в обществе отношение как-то меняется именно к людям с ограниченными возможностями здоровья? Вот Ваши воспитанники и, в принципе, вот люди с инвалидностью как-то чувствуют себя равными членами общества или нет? Да, конечно. Но сейчас они хоть не стесняются. Да, это не стесняется. И то есть многие родители, это раньше даже в школу, когда вот Таисимена говорит, мы ходили по адресам. Многие родители говорили... Собирали, да? Я не хочу знать, что у меня ребенок инвалид. То есть родители говорили, Вы куда нас зовете? Я не хочу, чтобы меня знали в школе, чтобы на работе у меня знали, что у меня ребенок инвалид. А как? Это было такое. А как тогда их реабилитировать? Просто скрывать их? Просто было отношение совершенно другое к инвалидам. То есть они стеснялись быть инвалидами. Сейчас они... Вот у меня муж с женой ходят, Ракуновы, ну очень тяжелые детки, вот. Так они сейчас не стесняются. А раньше они не могли из дома выйти. Они боялись, потому что стеснялись. На них все пальцем показывали. Было-было такое. А сейчас они, вот вы сами можете видеть, они по парку гуляют, такая пара. Они поженились, Лена с Артемом. Но это связано с общим каким-то принятием общества, принятием общества таких людей? Или это связано с непосредственным внутренним ощущением такого человека? Как вы считаете? Наверное, это и другое. И они дошли до такого уровня, почему мы не такие, как все. Ну и, наверное, тут и... Мне кажется, еще и школа дала. Да, предложила усиливать. Ну сейчас у меня группа такая немаленькая, глухих ребят. Но они участвуют все в соревнованиях слышащих, здоровых детей. Постоянно, конечно, они в этих и в чемпионатах области. И вот на первенство перевозка федерального округа ездят. Чтобы, ну так как поражение, так скажем, только такое сенсорное. Вот, чтобы они, конечно, тянулись за здоровыми. Как считаете, это их мотивирует или все-таки расстраивает, возможно? Только мотивирует. Наоборот, они гордятся. Да. А можно ли реабилитировать вот ребенка с особенностями так, чтобы он мог выступать на обычных соревнованиях всегда? Среди здоровых? Среди здоровых детей. Ну, нет. Ну, некоторые соревнования, они, знаете, они как бы ограничены нормативами, которые нужно выполнить, чтобы в них участвовать. Если он до этого уровня доходит, да, конечно. То это возможно. Да. У нас же совсем, у нас другие нормативы по сравнению с этими. А так вот, это измеряная спортсменка без ноги, она участвовала на Олимпийских играх в Лондоне. И была там, по-моему, 16-я. То есть никто не ограничивает. Может, и все, которые позади остаются, вот в итоговом протоколе, они, может, тоже задумаются, что если вот с физическим недостатком человек тебя передел, ну как-то, значит, больше нужно работать, больше нужно, если даже так бывает. Мы в этой программе показываем сюжеты про людей, которым нужна помощь. Давайте сейчас посмотрим такие сюжеты. За этим столом Паша обычно сидел, когда приезжал к нам из Москвы, когда делился с нами своими профессиональными наработками. Коллеги-журналисты с теплом вспоминают о его визитах на Малую Родину. Павел Куротопов жил и работал в Саратове на радиостанции. Потом поднялся вверх по карьерной лестнице и переехал в Москву. Периодически навещал друзей со своей Малой Родины. Один из таких визитов закончился для молодого человека трагедией. Его сбила машина. Врачи поставили диагноз – открытая травма черепа, перелом лобной кости и ушиб головного мозга тяжелой степени. Павла Куротопова быстро перевели в московскую больницу. Но каждый месяц лечения стоит больших денег – около 400 тысяч рублей. Паша прошел очень большой и важный путь. Проведя примерно три недели в коме и еще около месяца в вегетативном состоянии, потом он вернулся в сознание и с тех пор все это время восстанавливается. Семья и родственники уже два года борются за восстановление близкого им человека. За это время Павел достиг огромных успехов. Он снова научился пользоваться руками и самостоятельно есть. Благодаря реабилитации молодой человек вновь научился говорить. Это дается ему с трудом, но Павел не отступает. И он лично хочет обратиться ко всем зрителям. Здравствуйте! Меня зовут Павел Куротопова. Я буду благодарен вам за помощь. Сейчас молодой человек учится уже во второй раз в своей жизни ходить. Но впереди еще очень и очень много преград, которые мы можем помочь преодолеть Павлу. С большой вероятностью в ближайшее время ему понадобится операция по закрытию внешнего дефекта, то есть установки пластинки на место проломов черепной кости. И мы будем очень благодарны за любую помощь, которую вы сможете нам указать. Большое спасибо! Не оставайтесь равнодушными к чужому горю. Такая трагедия может случиться в каждой семье. Павел прикладывает все силы, чтобы снова вернуться к нормальной жизни. Просто ему нужно немного помочь. Денежные средства нужно отправить на карту его жены, Марии Гардер. Реквизиты вы видите на экране. Любой океан начинается с капли. И даже самая маленькая поддержка приближает эту историю к счастливому концу. Давай другую, ручку другую давай тоже возьмем. Вот, молодец. Так, держи крепко. Ты будешь петь. Молодец, умничка. Давай. Этого юного музыканта зовут Артем. Ему три с половиной года. Хоть он с энтузиазмом играет на ксилофоне, как выглядит этот инструмент мальчик не знает. Все дело в том, что Артем слепой от рождения. В течение двух лет у ребенка фактически лежал. Судороги были приступы по 10 раз в день, по 15-20 минут. То есть это был комочек, боли. Было страшно смотреть на это, на все. И ничем мама помочь не могла. Вот в этом плане было, конечно, очень тяжело. Из-за проблем со зрением Артему сложно адаптироваться. Пока он плохо ориентируется в пространстве и с трудом ходит. Но мальчику уже есть чем похвастаться. Он самостоятельно может встать и взять любимую игрушку. С удовольствием слушает аудиосказки и пытается изучать окружающий мир по звукам. Сейчас ему стало интересно. У него очень сильно развит слух. Музыкальный ребенок. То есть ребенок реагирует на сказки, на песенки. Его можно вот этим отвлечь. От какой-то его начинает капризничать. Включаешь сказку или музыку. И ребенок сразу же абсолютно другой становится. Артем подает много надежд. Понемногу, шаг за шагом он движется к выздоровлению. Родители обошли не один десяток больниц. И в Саратове, и в других городах. Но это нужно делать систематически. Хотя бы раз в три месяца отправлять Артема на реабилитацию. Бесплатное лечение тоже существует. Но оно практически не дает результатов. А платное стоит немалых денег. Около 100 тысяч рублей. Я считаю, что у меня очень перспективный ребенок. И со временем все, просто помочь ему реабилитациями. И возможно все будет нормально. Врачи в один голос говорят, Артем перспективный ребенок. И побороть недуг возможно. Но для этого нужно много трудиться и постоянно посещать курсы реабилитации. Помочь одному человеку, казалось бы, дело несложное. Но стоит понимать, что это настоящий, живой человек. Такой же, как и мы с вами. Со своим миром и интересами. Со своими радостями и переживаниями. Пока печали чуть больше, чем счастливых моментов. Но все в наших с вами силах. Средства на реабилитацию ребенка можно перечислить насчет его папы, Олега Васильева. Реквизиты на экране. Сейчас Артем видит только солнечный свет. Но если мы все вместе поможем ребенку, то он увидит, насколько окружающий нас мир прекрасен. Спасибо огромное за ответы. Спасибо за ту деятельность, которую вы ведете. Спасибо за спортсменов и детей, которых вы реабилитируете. Вот, знаете, словами все не передать. Мы вас хотим пригласить на фестиваль, который у нас будет с 15 по 20 сентября в революционном центре Лазурно, это под Балакова. И вот, чтобы полностью вообще посмотреть эту картину, конечно, то, что мы сказали, можно представить, но чтобы полнее представить, у нас будет там и творческая, и спортивная программа. И посмотрите, что эти далеко люди, не с ограниченными возможностями эти дети, а с безграничными. Увидев вот их творческую программу, увидев спортивное состязание, это трудно об этом сказать, их назвать детей с ограниченными возможностями. Приезжайте. Спасибо еще раз. Это была программа «Живи», которую для вас провела сегодня я, Ирина Пегусова. Я напоминаю, что если вы готовы помочь кому-то из героев нашей программы, вы можете писать на электронную почту, которая сейчас указана на экране, или звонить по телефону. Не забывайте, что помогать друг другу – это очень важно. Программа выходит при поддержке ОАО «Автокомбинат» номер 2. ОАО «Автокомбинат»